Компания называется у меня Сибирь Класт. Занимаемся пластиками внутренними, натяжными потолками и рольставни гаражные ворота. Организовал я свою компанию в 2011 году. До этого у меня было несколько направлений бизнеса в сфере аудио-видео. Но потом я начал заниматься вообще деревообработкой, материалы из дерева. То есть делали деревянные балконы и пришло предложение мне заняться пластиками и окнами. И с того момента я и начал заниматься. Если кратко, то так. Мы с вами сегодня встретились именно для того, чтобы посмотреть, каким образом вы используете платформу UDS в своем бизнесе. Немножко расскажите о том, как вы познакомились с платформой и почему приняли решение находиться здесь внутри. Ну это на самом деле интересная история. Так как у меня много детей, я поехал в наш известный магазин Умка Вэйби. И там я как бы совершил покупку. Мы покупили саночки. И мне предложили скачать мобильное приложение. Но когда приехал опять же в магазин, скачал мобильное приложение, мне начислились бонусы. Я такой, о, здорово. А где я, говорю, бонусы-то эти могу потратить? У кого? А они говорят, только у нас. Я говорю, здорово. Я не знаю даже функционала. У меня не было вопроса цены. Но я хотел попасть туда, потому что ценность этого приложения была для меня такова, что раз там много бизнесов, значит много клиентов. И это не собственное мобильное приложение. Представим, купили вы у меня окна. Вам бонусы начислились. Когда вы ими воспользуетесь, неизвестно. Ну, лишняя иконка на телефоне вам в принципе не нужна. Вы стерли мою мобильное приложение. А я потерял в моменте клиента, с которым мог бы общаться. А те задачи, которые изначально вы для себя поставили при внедрении платформы, то есть какие основные задачи? Ну, основные задачи это сформировать свою клиентскую базу, с которой вы мог бы общаться. Потому что я понимаю, что у каждого бизнеса клиентская база – это его фундамент. То есть, имея клиентскую базу, там тысячу, две, три, ты можешь общаться со своими клиентами. Если она у тебя в хорошей SRM-системе, которая позволяет тебе какие-то коммуникации делать, то, соответственно, ты можешь своей клиентской верояльностью управлять. И для этого, в принципе, я поставил это мобильное приложение, я цифровал клиентскую базу. Сейчас она у меня около полутора тысяч, ну, если быть точным, 1417 человек, с которыми я, как говорится, коммуницирую, поздравляю с днем рождения. Ну, и все, что можно делать с клиентской базой, все и делаю. То есть, получается, сейчас, ну, вот мы видим в консоли 1417 человек. Сколько из этих людей совершили покупки? Совершили покупки всего 413 человек. Принесли они более 10 миллионов, около 11 миллионов. И самое интересное, что у этой клиентской базы, у 1417 человек на руках баллов миллион 300 с лишним. Значит, это те скидки и бонусы, которые клиенты либо получили в подарок, либо начислили со своих покупок и покупок своих друзей. Это, можно сказать, моя инвестиция в моих клиентов, которые, как говорится, придут и начнут тратить эти баллы. Ну, а цифровка базы понятна, 1417 человек. Вторая задача – это коммуникация. Каким образом вы сегодня коммуницируете со своими клиентами? Наверное, вы звоните. Интересно, опять же, на нашей платформе, что есть здесь пуш-уведомления. Это не какая-то смс-ка простая, когда я могу своему клиенту рассказать о нашей компании. И не обязательно там сказать «купи у меня окна, у меня самые лучшие, у всех самые лучшие». Никто не говорит, что «не покупаю, у меня такой трэш, потом намучиться». У всех классно все. Ну и, соответственно, я даю какую-то полезную информацию через пуш-уведомления. Это почему плачут пластиковые окна зимой. Вот вы до того, как мы начали говорить, говорили о том, что одна из задач, которая у вас стояла – это работа с агентами. Как с помощью UDS вы вот этот момент решили? Ну да. Как бы у нас, если ребята, например, занимаются ремонтами, либо в какой-то сфере строительной и нуждаются в моих услугах, мы заключаем с ними договор. И то есть они посредством UDS меня рекомендуют и в моменте видят свои бонусы. Таким образом, они вам еще и клиентов сразу же оцифровывают? Ну да. И потом вы прозрачно видите систему вознаграждения. Да, и ребятам, соответственно, приятно видеть, что да, клиент дошел, куш-уведомление пришло, что настолько табалов начислено. Они в моменте понимают, сколько они заработали в агентстве. Это тоже очень важно, не просто так, от чего и как. То есть здесь для моих агентов это очень прозрачно. Саша, скажи, пожалуйста, ну вот ты с 2000, получается, 18-го года используешь. Да. Хорошо, вот у тебя низкорепотребляемый бизнес. Вот в твоем конкретном бизнесе видишь ли ты сейчас то, что люди, например, возвращаются? Есть ли у тебя повторные покупки или все-таки вот эта база в 1417 человек, из которых 400 купили, они больше к тебе не возвращаются? Вот здесь получается у нас даже стало для меня немного, как сказать, удивлением, когда я увидел по статистике, что клиенты довольно-таки часто возвращаются по одной простой причине, потому что у них есть бонусные баллы. А когда у меня ребята, замерщики принимают заказы, они это проговаривают, что вы оплачиваете, у вас будут бонусные баллы, вы их можете потратить на своих родителей, на маму, на папу, на сестру. И тем самым, например, у меня одна из семей, которая заказывала окна, они заказывали у меня 10 раз. То есть как получилось, что заказали родителям, у них был простой телефон, они не смогли скачать мобильное приложение, ну некуда, потому что кнопочный. Они скачали дочери. Дочь начала строиться, заказали коттедж, потом второй коттедж, третий. И таким образом они у меня принесли, их семья, более 500 тысяч денег. Много таких клиентов, которые совершили более одной покупки? Ну то есть где ты это смотришь? В статистике, сделаем, например, от трех покупок, да, потому что две все могут, это может быть какая-то предоплата, либо еще что-то, или как-то, то есть неактуально будет. От трех мы можем как бы посмотреть, что от трех покупок у меня совершали 29 человек. То есть приходили в мой бизнес как минимум 29 человек, которые принесли более трех миллионов денег. Из общего оборота 10. То есть получается 30 процентов, грубо говоря. Да, вернулись. А как вы работаете с обратной связью? То есть есть ли у вас какая-то коммуникация с клиентами именно по факту оказания услуг, да, о качестве сервиса? То есть каким образом ты сейчас работаешь с клиентами? Ну, я расскажу опять же историю из жизни. У меня произошло такое, что ребята устанавливали пластиковые, устанавливали откосы, видимо уронили уровень на подоконник. Привожение UDS есть как бы сообщение, где клиент может мне напрямую написать к собственнику, поставить оценку, качество обслуживания и, соответственно, прокомментировать. А можно написать просто, если человек в моменте чем-то недоволен, он заходит в мобильное приложение свое и дает обратную связь. Таким образом, она мне написала, что подоконник сломали, я, соответственно, извинился, перевел это в шутку, что теперь будем искать плюсы, у вас теперь будет подоконник новый. Соответственно, клиентка осталась довольна, она мне оставила хорошую оценку, а через полгода заказала еще и 6-метровый балкон. Работаете ли вы с прайсом, работаете ли вы с интернет-магазином? Или у вас есть какой-то свой интернет-магазин, то есть вы в UDS функцию интернет-магазина не используете? Ну, здесь напротив, как бы, интернет-магазин мы начали использовать в период пандемии. Здесь мы создали прайс именно с тем, чтобы, опять же, доносить информацию, что, например, самые флагманские продукты у нас получаются в мае месяце, когда началась вот эта вся история с пандемией, о москитной сетке. Но как я могу донести до всех своих клиентов через простой сайт, например, что вот москитные сетки мы делаем. Что мы сделали? Мы создали прайс москитных сеток, сделали таргетированную рекламу на Инстаграм, и, соответственно, запустили эту рекламу. У меня экономический эффект получился, что мы заработали в два раза больше денег, чем, например, в предыдущем году, в 2019. Если у нас был оборот в 2019 году 300 с небольшим тысяч, в этом году на москитных сетках более 600. То есть в два раза. Ну и там понимать надо, маржинальность была там 18-20 тысяч, маржинальность на окна очень низкая, а на москитные сетки практически 50%. Плюс, что клиентам нравится и нам, клиент может в моменте у меня выбрать какой-то товар по прайсу, сетки москитные, либо еще что-то, дать мне размеры, и я могу в этом же сайте ему составить отдельное предложение на этого клиента. Например, Надежда Дриба заказала подоконники такие-то, такие-то. Я прописал, взял туда, внес все размеры, пишу вам, что зайдите в прайс, посмотрите, совсем ли вы согласны или нет, и можете в моменте оплатить. Вы проверяете, смотрите. Здесь же есть у меня кнопочка оплатить, когда у вас созрело, как говорится, желание и потребность, вы в моменте оплачиваете, я в моменте получаю деньги на расчетный счет. Я знаю, что вы активно используете такую функцию, как кросс-маркетинг. Ну, то есть, вот мы посмотрели в вашу базу, да, у кого-то может возникнуть вопрос, то есть, 1400 человек оцифровано, из них 400 покупали, откуда взялась еще 1000 человек? То есть, я так понимаю, что это вот как раз активно работает у вас кросс-маркетинговая система. Например, есть такой у нас магазин, питон, мы с ним конкурентами не являемся, но мы с ним можем друг друга усилить. Например, я также созваниваюсь с Алексеем, либо он со мной, привези там, например, то есть, отправь мне электронные сертификаты, я буду своим клиентам продавать, они будут подтягиваться. Ты, в свою очередь, будешь мои сертификаты раздавать. Что для нам для этого нужно? Просто зайти в админпанель, создать электронный сертификат, любым мессенджером отправить, он нажимает на ссылку, и у него мои сертификаты. И неограниченное количество, сколько я отправлю сертификатов, столько у него и будет. И, соответственно, у человека уже есть понимание, что если он заказал окна, ну, возможно, ему нужна сантехника. Куда он пойдет? Он пойдет к Алексею. А потом нужна мебель. Куда он пойдет? Он поедет в мебель 72. Ну, и вот таким образом мы друг друга усилием. То есть, мы дарим сертификаты для своих клиентов, потому что вложи деньги в своих клиентов, они тебе со сторицей их вернут. Саш, я благодарю тебя за уделенное время. Желаю тебе, чтобы UDS в твоем бизнесе работал и увеличивал товарооборот и прибыль твоей компании. Спасибо. Благодарю. Спасибо.